так всем привет сегодня мы будем обшивать вот такую кладовку метр сорок она шириной высотой 260 обшивать будем ламинатом для начала нужно все это разобрать и потом уже будем строить конструкцию для нашего ламината такая кладовка такие двери двери поменяем ну вот в принципе разобрал здесь приду со старой снял двери пока снимать не буду потому что с под пола поддувает холодный воздух потом уже когда двери буду ставить новые эти уже сразу и сниму сейчас буду ставить направляющие по всей длине чтобы на них сажать уже наш ламинат так взял его такие дюбеля и такие саморезы сейчас будем сверлить зырки вот где отметил и размечать уже на нашей стене и сверлить потом уже под дюбеля в бетоне зырки ставим ее в наше положение как мы очертивали по уровню и берем просто сверлом по металлу да любое сверло тонкое чтобы проходил и отмечаем таким образом место где мы будем сверлить под дюбель и все дырки таким образом какие отметил сейчас буду сверлить перфоратором уже под дюбель небольшой такой лайфхак вот у вас дюбель есть чтобы знать до какого места сверлить нужно просто намотать кусок желтой изоленты вот ровно до этого места чтобы глубже не сверлить потому что глубже сверлить не надо это только вы сделаете хуже чтобы удобнее закручивать маленько прокрутить нужно чтобы они слегка вылезли чтобы управлять дырки наши и и и вот первая наша направляющая стоит нам предстоит их поставить много потом я покажу сколько и куда их поставил вот в общем все направляющие поставил на потолок поставил самый тяжелый это был это на потолок потому что неудобно держать одному все это делать вот так принципе вот такая красота получилась здесь здесь вот так на поле пока направляющие не ставил так так еще не не определился на какой затем не будет пол здесь ну и все теперь остается только обшивать вот так вот примерно направляющие и покажу как это все обшивается первый момент в общем так я укреплю на головой дня просверлил сначала здесь тоже просверлил первый раз решил посадить на два самореза потихоньку до вверх поднимать вот так вот получается примерно не забудьте отмечать вот я на ламинате отметил где границы нашего бруска под полочку чтобы потом не попасть не лог и ситуацию что вы не будете знать куда закручивать ее снизу я вот отметил видите полочку две полочки будет вот такие вот потихоньку собираю смотрите далее займусь вот этими двумя вот так я зашился здесь зашил тут зашил сейчас я буду выламывать старую дверь и устанавливать новую дверь потом уже к ней будем пришиваться сейчас покажу как я это все сделаю ну вот в общем вот так у меня моя получается поставил полку одну все по уровню выстрела такие крепления сделал вот смотрите в те места которые мы с вами отмечали крутил вот такие кусочки кроме вещей здесь на 1 2 полочки ничего не будет ну а вот здесь вообще ничего не будет так как же здесь у нас будет шкаф такой как бы для зимней одежды куда мы прикрутим потом поперечь ему такой на которую будет вешать решение далее займусь вот этой полкой а потом уже утеплю пол и и все на этом веру такую поставил раздвижную все закрыл потом все запеню красиво зашпаклюю именно клей обои сверху будут наличники ну дальше буду вам все показывать что делал хотел показать как я делаю полки в общем такие три перекладины и закрепил большими саморезами стене к дальней как вы помните здесь у нас есть бруски я вымерил все и не вот прикрутил так что полки будут надежным сюда можно будет даже вставать вставать за незачем конечно будут крепки сейчас буду вымерять по размеру также ламинат и вот буду выпиливать и складывать покажу вам как я это делаю я закончил принципе все готово сейчас я займусь тем что вот пропение вот эту дырку здесь были плинтус старые как вы видели когда я начал разбирать здесь маленькой пропению и положу сюда фольгу и жалон далее мы будем ложить вот такие брусочки у нас остались бруски были трех метров таких много кусков у меня осталось вот таких их очень много здесь лежит тут штук 15 всяких различных сделаем направляющие для нашего ламината ну так вот положим выровняем и все будет нормально большие щели так как у меня первый этаж там подпол снизу сейчас буду вырезать фольгу изолон и положу его на пух как я уложил его все красиво ровненько вот подсунул чтобы не дуло ничего там принципе пена сейчас еще разопрет чуть-чуть и все будет нормально сейчас буду вымерять и прикручивать наши направляющие для ламината будет тепло ничего не будет пропускать здесь уже становится как тепло отопление плюс далее будет вообще тепло из старых брусков остатков то есть вот получилась такая такой конструктор у меня но выложил как смог в общем сейчас все их просверлю и прикручу полу вот так примерно нормально будет я думаю чтоб не тратить целые бруски готовы такие полы получились осталось только так косметический ремонт доделка то есть косметическая идет все углы я проклею уголком чтобы не было никаких щелей все углы абсолютно я проклею будет так красивее намного и все в принципе все готово всем спасибо за просмотр